Ну что, снова рубрика «Вторые руки» и сегодня у нас очень интересный герой обзора. Хавейл Джолиан с пробегом 80 тысяч километров. Про надежность современных Хавейлов мы уже рассказывали. Вот здесь вот в описании будет ролик на F7X, который набрал более 300 тысяч просмотров. А самое главное, очень интересная дискуссия получилась в комментариях. Кто еще не смотрел, настоятельно рекомендую. Что касается Джолиана, то на текущий момент это самая продаваемая иномарка у нас в России и опережает в абсолютных продажах Джолиан только лишь Лада Гранта. Поэтому сегодня будет интересно разобраться в причине такой народной любви и посмотреть наглядно, что не так с этими автомобилями на таком пробеге. Как обычно, будет интересно. С вами Максим Красильников. Погнали! Джолиана выпускается с 2020 года, однако презентация в России состоялась в 2021 году. Если F7X основательно готовили к выходу на российский рынок, то Джолиан, можно сказать, делали максимально быстро и оперативно. И причина следственной связи в том, что большое количество сервисных компаний, о которых сейчас мы поговорим. Напомню, что у F7 моделей всего было три сервисных компании, но здесь их сильно больше. Ну и начнем. Первая – это проверка фиксатора топливной трубки на двигателе модели Джолиан. Причина. На автомобилях Джолиан обнаружены случаи отсоединения трубки от топливной рампы. Вторая сервисная компания действующая – это обновление программного обеспечения мультимедийного головного устройства. Причина. При запуске двигателя включается передача заднего хода, изображение камеры заднего вида становится перевернутым вверх ногами. Следующее – это обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Замена кислородного датчика, пожалуй, такая самая резонансная сервисная компания. О ней чуть подробнее мы с вами поговорим попозже, когда будем разбирать силовые установки. Очередная сервисная компания, тоже посвященная этому кислородному датчику, заключается в обновлении программного обеспечения электронного блока управления двигателем и замена кислородного датчика. И это еще не все. Следующее – это модернизация жгута электропроводки топливного насоса. Причина. Могут встречаться случаи выхода из строя предохранителя топливного насоса, после чего автомобиль, к сожалению, перестает запускаться. Следующая сервисная компания посвящена обновлению программного обеспечения системы полного привода. Он здесь, кстати, реализован через Haldex 5. А причины этой сервисной компании заключались в том, что в некоторых случаях при движении назад возможно образование шума от работы интеллектуального полного привода. На этом блоки электронные не заканчиваются. Следующая сервисная компания посвящена обновлению программного обеспечения модуля управления ESP. И, кстати, здесь стоит отметить, что она действует не только на Jolion, но и на Dargo. Продолжаем. Наши сервисные компании. Следующая – это замена регулятора напряжения к генератору. И она, кстати, относится не только к Jolion, но и к F7 и F7X. И про них мы уже рассказывали более подробно. Причина – величина зарядного тока генератора нестабильная. Это влияет на нормальную зарядку аккумулятора и использование электрооборудования. Так, следующая – модернизация жгута электропроводки топливного насоса Jolion. Причина – могут встречаться случаи выхода из строя предохранителя топливного насоса, после чего автомобиль перестает запускаться. Но стоит отметить должность, что большинство этих сервисных компаний запустились практически параллельно выходу автомобиля на российский рынок и его сразу начали дорабатывать и улучшать. Если мы с вами берем последние Jolion 2022 или 2023 года выпуска, то вот эти вот сервисные компании уже не актуальны. Поэтому, если вы рассматриваете Jolion с пробегом, то обязательно проверяйте на сайте Хавейл актуальный ВИН-номер автомобиля на наличие действующих сервисных компаний. Ну а теперь, помимо того, что мы с вами разобрали сервисные компании, теперь давайте поговорим о гарантийных случаях и о жалобах наших клиентов и рассмотрим конкретно состояние этого автомобиля. Ну и по традиции начнем с кузова. Jolion отлично адаптирован для нашего рынка. Все автомобили, которые официально продаются на нашем рынке, собираются в Тульской области в новом суперсовременном заводе Хавейл. Однако стоит учесть, что в определенный период времени, в 2022 году, в России также завозились автомобили, собранные в Китае и также официально продавались. Кузов отлично адаптирован для российской эксплуатации. Он оцинкован весь, кроме крыши. А самое главное, что у него высочайшая жесткость на кручение. И краш-тест у этого автомобиля здесь, в отличие от многих других китайских автомобилей, был проведен по самой жесткой методике в Австралии. И там автомобиль набрал максимальную оценку в результате краш-теста и с точки зрения пассивной безопасности, и с точки зрения активной безопасности. Толщина окраса здесь составляет 90-120 микрон. Из того, что сильно бросается в глаза, к сожалению, здесь конструктивно часто встречается сильный разнотон между металлическим окрасом и пластиковым. То есть, когда вы, например, увидите вживую автомобиль в таком красивом голубом свете, то зачастую очень сильно разнятся по тону бампер и капот. Обратите на это внимание. Что касается хромированных элементов, здесь с ними все отлично. И каких-то серьезных нареканий по хрому здесь не было, в отличие от других автомобилей, про которые мы тоже с вами разговаривали. Что касается головной оптики, у нас автомобиль, как вы, наверное, уже поняли, в самой базовой комплектации, они встречаются крайне редко. И по поводу оптики следующих комплектаций светодиодной, она, на удивление, получилась тоже беспроблемная. Она не запотевает. И за все время мы меняли только один раз фару по гарантии. Ну, что касается вот этих вот простейших галогеновых фар, то здесь есть вопросы герметичности, потому что в левой фаре, к сожалению, каким-то образом скопились насекомые. Не знаю, предусмотрено это заводом-изготовителем или нет. Однако, как вы знаете, идеальных автомобилей не бывает, и у Джолиона тоже есть определенные проблемы с кузовом. И связаны они с порогом. К сожалению, очень часто мы по гарантии перекрашиваем эти элементы, потому что у них отваливается краска. Кабейл знает про эту проблему, и без особых проблем согласует по гарантии, и, надеюсь, в ближайшем времени как-то скорректирует производственный цикл, для того, чтобы проработать эту проблемную область. У задней части автомобиля стоит рассказать про одну неприятную вещь. Это про хромированные элементы, которые располагаются на заднем бампере. Вот с ними, к сожалению, бывают проблемы. Часто хром вспучивается, и это меняют по гарантии тоже без особых проблем. Однако интересный факт. Спереди хром в идеальном состоянии у автомобилей. Очень редко бывает по ним обращение. Хотя там агрессивная среда, пескоструй. Сзади же все идеально, но кроме, видимо, чуть другое по качеству, что, к сожалению, негативно сказывается при эксплуатации. Ну, а теперь давайте подробнее про силовые установки и коробки переключений передач. У официальных джоуэллинов, которые на нашем рынке продаются, бывают два двигателя. Оба объемом полтора литра, и мощность у них практически одинаковая. 143 лошадиные силы в случае с переднеприводной модификацией, и 150 лошадиных сил в случае с полноприводной модификацией. Чуть отличается крутящий момент, 210 у переднего привода и 230 у полного привода. Однако конструктивно эти двигатели очень сильно отличаются, и проблемы у них тоже различны. Индекс 4G15K, это полностью алюминиевая конструкция, алюминиевая головка блока цилиндров, алюминиевый блок. Здесь у нас из интересных нюансов стоит отметить невысокую степень сжатия 9,3 к 1, поэтому автомобиль в теории способен переваривать и 92 октан, однако я вам настоятельно рекомендую лить в этот турбодвигатель 95-е топливо. В приводе ГРМ используется малошумная цепь, возвращатель у нас находится только на впускном валу, и по сути вот эти вот базовые моторы абсолютно беспроблемные. Из той сервисной истории, которая есть у наших официальных дилерских центров HVL, вот здесь, кстати, будет полный список, и чтобы было понимание, первый свой дилерский центр HVL мы открыли в 2020 году, то есть у нас прям гигантская история по этим автомобилям, и за весь период заездов к нам на сервис всего лишь два раза мы меняли турбину, и стоит отметить, что это было на пробегах до 10 тысяч километров, и было в первых генерациях автомобилей. На текущий момент это абсолютно беспроблемный моторчик, да, у него какая-то посредственная разгонная динамика, не самый выдающийся показатель топливной эффективности, однако с точки зрения надежности, если откинуть сервисной компании, которая предусмотрена у этой силовой установки, то это мотор, который практически не будет приносить вам никаких проблем. Однако есть нюансы, первое это заправочный объем масла, менее 4 литров, и я вам настоятельно рекомендую, когда вы делаете техническое обслуживание этих моторов, чтобы вам основательно сливали масло, не как это делается там на простых сервисных станциях, приехал, открутил масляную пробку, масло-стекло, сразу закрутили, залили новое масло. Нет, здесь по правильным технологиям, как, например, делаем мы, мы оставляем этот двигатель порядка 40 минут, чтобы все стекло из головки блока цилиндров, из распределительных валов, и чтобы осталось минимальное количество несливаемого остатка, потому что залог долгого ресурса этого двигателя, по сути, заключается лишь в своевременном техническом обслуживании. Интервал здесь, напомню, 10 тысяч километров, и на масле точно экономить не стоит. Однако, все-таки есть пару нюансов, на которые стоит обратить внимание, если вы рассматриваете автомобиль на вторичном рынке. Во-первых, этот мотор конструктивно может чуть-чуть подъедать масло. Как правило, от замены до замены этот уровень не изменяется максимум там наполовину щупа, но имейте в виду. И второй момент связан с цепью ГРМ. По некоторым данным, ее ресурс около 100 тысяч километров. Возможно, это связано с тем, что эта силовая установка сделана на основе старого легендарного тойотского мотора 5NZ-FE, и от него перетекла вот эта вот проблема с небольшим ресурсом цепи ГРМ. А во всем остальном, повторюсь, это супернадежный двигатель, который способен ездить более 200 тысяч без особых поломок. Еще один важный момент. На этом двигателе, кстати, используется распределенный впрыск, то есть проблема с нагаром на впускных клапанах здесь невозможна чисто теоретически. Однако, если мы с вами рассматриваем полноприводные модификации, то у двигателя уже будет индекс 4B15D. И он сильно отличается от переднеприводных модификаций. Во-первых, у нас уже будет два фазовращателя на впуске и на выпуске. В приводе клапанного механизма у нас уже будут не толкатели, а гидрокомпенсаторы. Следующее, у двигателя уже будет непосредственный впрыск, а не распределенный. И, кстати, максимальное давление и непосредственная впрыска 350 бар, то есть мотор очень и очень эффективный. И с точки зрения топливной экономичности дела обстоят лучше, чем у переднеприводных модификаций. Ну и самое, пожалуй, интересное, что у этой силовой установки очень высокая степень сжатия 11,8 к 1. Для того, чтобы полноприводные Jolion могли без особых проблем переваривать 92 и 95 октан, этот двигатель при частичных нагрузках способен работать и по циклу Миллера. Здесь чуть смещены такты закрытия впускных клапанов при частичных нагрузках. За счет этого фактическая степень сжатия получается меньше геометрической, что увеличивает КПД и топливную эффективность. Все это делается для максимального термического КПД. Меньше расход топлива, чуть лучше разгонный динамик. В теории это должно звучать все так. Однако на практике первые моторы у полноприводных Jolion, к сожалению, были с серьезными проблемами. И связаны они были с некорректными, вернее, с дефектными лямбда-зондами. Было несколько случаев гарантийных, они были связаны с возвратом автомобилей. И в чем была проблема? Была некорректная коррекция по смеси. Автомобиль ездил либо на сверхбедной, либо на сверхбогатой смеси. Из-за этого из строя быстро выходили и форсунки, и, соответственно, свечи зажигания. Двигатель не развивал полной мощности. Об этом, конечно же, символизировал Check-in-Jine. И Haval все это дело оперативно пофиксил. Выпустили несколько сервисных компаний. Связаны они были с перепрошивкой блока управления двигателем и с заменой дефектных лямбда-зондов. Это все дело откатали, исправили. И на текущий момент все полноприводные Jolion имеют абсолютно беспроблемные двигатели. Но самое главное здесь, как вы, наверное, уже поняли, это также следить за ГСМ. Лить только хорошее топливо и соблюдать обязательно регламент замены масла. И масло, кстати, сюда заливается чуть больше. Но, тем не менее, все так же лучше, чтобы его сливали основательно минут 40. И чем меньше не сливаемый остаток, извините, конечно, за каламбур, тем для этого двигателя лучше. И это будет гарантией того, что он пробежит не одну сотню тысяч километров без особых проблем. Теперь поговорим о трансмиссии у Jolion. Вариаций две. Первая, самая базовая машина, как у нас, здесь механика шестиступенчатая. И в теории, в любом, наверное, обзоре вы встретите про то, что люди говорят, что эти механики неубиваемые, беспроблемные. Один раз поменяешь масло на 150 тысяч, и никаких проблем не будет. Однако здесь на пробеге 80 тысяч километров уже некорректно работает тросиковый механизм выбора передач. И, скажу честно, включать первую передачу здесь нужно с определенными навыками. А вот что касается автоматических трансмиссий, то здесь за них отвечает преселективный робот с двумя сцеплениями, которые работают в жидкостной ванне. И это собственная разработка Great Wall от компании Hi-Set. Вообще, как вы знаете, Great Wall, они самостоятельно делают и гидромеханики, и роботы. Возьмем тот же самый Tank 500, там тоже собственная коробка переключения передач. И, в принципе, каких-то механических проблем по этим коробкам нет. Да, они местами туповато в плане алгоритма переключения передач, могут подпинываться. Очень долгое количество времени проходит иногда между сменами, между реверсом, драйвом и нейтральным. Но по конструктиву они неубиваемые. И, скорее всего, секрет в том, что эти преселективные коробки способны переваривать 450 ньютонов крутящего, а максимальный момент у Джолионов, причем у полноприводных, 230 ньютонов. То есть мы с вами имеем практически двухкратный запас в плане крутящего момента, что, как вы видите, положительно сказывается на этих коробках. Мы по гарантии роботизированной коробки на Джолионах не меняли ни разу, однако в сети было несколько случаев. И самый важный момент, не забывайте про полноценную защиту картера, потому что в свое время у Авторевью на ресурсном тесте разбили корпус коробки переключения передач, и это было не очень приятно. Ну и завершая рассказ, у подкапотного пространства расскажу про гарантийный случай, что мы здесь меняли. Первое, это муфта кондиционера. Конкретно на этом автомобиле она менялась на пробеге 15 тысяч километров. Симптомы такие, что она начинает работать с потусторонним шумом. И, кстати, интересный факт, что сейчас на пробеге 80 тысяч километров она зашумела снова, и, скорее всего, ее буду второй раз менять по гарантиям. Вторая проблема, это генератор. Мы их тоже несколько раз меняли по гарантии, соответственно. Симптомы следующие. Автомобиль после ночной стоянки не запускается. Процедура стандартная, эвакуатор, сервис официальный и диагностика. И в большинстве случаев мы меняли именно генератор. После замены все ездят без каких-либо проблем. Ну и третий нюанс. Это, прямо честно скажу, единичные случаи. И первый раз мы ее встретили вот на этом автомобиле. Связана она с вакуумным усилителем тормозов. Здесь Хавел чуть намудрил, и вдобавок к нему сделал еще один специальный насос, вакуумный, который работает на разрежение. И сделан он для того, чтобы облегчить чуть-чуть работу вакуумного усилителя. И на текущий момент у нас горит на автомобиле Check Engine и ошибка как раз-таки вот по этому насосу. В связи с этим у нас сейчас некорректно работает педаль тормоза. Ее продавливать чуть тяжелее, чем на исправном автомобиле. Но еще раз повторюсь, такие случаи бывают крайне редко, но вы должны про них знать. Ну а теперь давайте подробнее про тормозную систему и про подвеску. Архитектура здесь стандартна для этого сегмента кроссоверов. Спереди McPherson, сзади либо балка, либо независимая подвеска, в зависимости от типа привода. И если мы с вами берем сайлент-блоки, шаровые, рычаги стойкостабилизаторов, то здесь все необычайно долго ходит. И этот автомобиль с пробегом 80 тысяч километров не имеет никаких нареканий по подвеске. И мы специально еще его детально изучили, потому что у нас есть не вся история его обслуживания. Здесь до сих пор стоят все заводские элементы. Однако гарантийный случай тоже есть. Мы несколько раз меняли левый и правый амортизаторы. Статистика, кстати, идентичная. То есть нет такого, что левый или правый выходят из строя быстрее. Здесь очень интересный нюанс, что по гарантии согласовывают замену не двух амортизаторов, а по одному. То есть либо левый, либо правый вам поменяют отдельно, а второй останется старый. Что касается задней подвески, без разницы, балка или многочашка, они абсолютно беспроблемны. Понятное дело, что у балки на пробеге 150 тысяч километров, скорее всего, придется поменять основные салон-блоки. Но на текущий момент те автомобили, которые обслуживаются у нас, не имеют каких-то серьезных проблем. А вот с тормозами, к сожалению, все не так хорошо. Тормозные диски по диаметру меняются у полного привода. Диаметр чуть больше, у переднего привода чуть меньше. Но в обоих случаях он едва превышает 300 миллиметров. И по идее, такого диаметра тормозного диска должно хватить для комфортной эксплуатации. Но, к сожалению, видимо, здесь не очень хороший состав. У колодок и у дисков эти тормозные механизмы очень склонны к перегреву. Люди очень часто жалуются и нам, и на форумах, и в каких-то тематических чатах, что если вы ездите агрессивно, то очень быстро перегревается передняя тормозная система, начинается вибрация в руль, и диск приходится протачивать. Но, как вы знаете, это не спасение. Поэтому некоторые меняют диски и колодки на какие-то более именитые, либо другие бренды, либо другой состав, чтобы все это дело не так быстро перегревалось. Также я видел несколько случаев, когда меняли полностью тормозную систему на более производительную. И сзади, кстати, тоже проблемы с тормозными дисками. Здесь используется электромеханический ручник, и задние диски тоже очень склонны к перегреву. Они, к сожалению, сзади уже идут невентилируемые, очень тонкие, и когда вы активно на этом автомобиле ездите, они перегреваются, и вы это чувствуете по педали тормоза и по вибрации в задней части автомобиля. Очень важное конкретное преимущество Jolion заключается в том, что в этом классе вам предлагают полный привод. И реализован он благодаря муфте Haldex 5-го поколения от компании BorgWard. Про нее мы тоже уже неоднократно рассказывали, и, по сути, она является на текущий момент абсолютно беспроблемной, если своевременно ее обслуживать. Однако здесь были по ней нюансы. В самом начале ролика, когда мы с вами разбирали сервисные компании, то там была одна компания, посвященная именно этому узлу. Симптомы были следующие. Появлялся лишний звук при движении назад при вывернутых колесах. Поэтому оперативно пофиксили программное обеспечение, обновили модуль управления Haldex, и сейчас каких-то проблем нет. Еще очень важный нюанс, что у Havail, в отличие, например, от Jilly, когда мы с вами разбирали Tugelo, там жидкость рассчитана на весь срок службы. Havail чуть более основательно подошел к этому вопросу, и здесь есть регламент замены жидкости в Haldex. Составляет он каждые 70 тысяч километров. Ну, а я напомню вам, чтобы этот узел ходил вообще без каких-то проблем, лучше превентивно меняйте масло каждые 30 тысяч километров, и муфта за это вам скажет только спасибо. И еще пару нюансов, про которые надо рассказать. По гарантии несколько раз мы меняли топливный насос, который погружной находится под задним сидением. И есть еще одна распространенная проблема, связанная с телематикой. Как вы знаете, все Jolly, на которые у нас продаются, имеют специальное приложение MyHavail, и мы с вами дистанционно при помощи мобильного телефона можем управлять автомобилем. Действительно классная функция, не надо тратить дополнительные средства на сигнализацию. Можно открыть, закрыть, посмотреть состояние автомобиля, запас хода. Ну, впрочем, вы, наверное, слышали под такие приложения, здесь оно реализовано классно. И сделано оно за счет специального модуля под названием T-Box, который находится в задней правой части автомобиля. Когда вы открываете багажник, есть небольшой блок, который спрятан в нише. И были определенные нюансы, связанные с тем, что автомобиль со временем переставал работать по этому приложению. И были проблемы с этим модулем. Он был не герметичный. Кстати, производитель его легендарная компания Valio. И вообще, чуть-чуть вот так вот хотелось бы сакцентировать внимание на том, что некоторые узлы и агрегаты у этого автомобиля, которые меняются по гарантии, имеют производители не Great Wall, а Valio, либо Bosch, либо еще каких-то именитых европейских брендов. Это я говорю на тему того, что нет автомобилей, которые идеальны и которые не ломаются. К сожалению, ломается все. Так вот, возвращаясь к этому модулю T-Box, была отзывная компания, которая подразумевала дополнительную герметизацию этого блока. Его закрывали специальной пленкой, и после этого какой-то конденсат внутри этого блока перестал скапливаться. И сейчас все Jolion имеют беспроблемную телематику, которой очень удобно пользоваться. А теперь переберемся в салон. И скажу честно, что самую базовую комплектацию на механике я вижу в первый раз. Если честно, я очень приятно удивлен, потому что качество материалов, оно, ну, какое-то феноменальное в плане износа стойкости. Да, руль в этой комплектации пластиковый, и по нему, конечно, можно определить пробег 80 тысяч километров. Однако, во всем остальном, пробег не читается вообще никак. Сидения выглядят будто новые, у них в идеале сохранился профиль, нет никаких заломов, ничего не протяжено. Подлокотник, в отличие от той же самой Tugela, кожа зам здесь в идеальном состоянии. Ручка приключения передач тоже не облезла, хром весь на месте. И честно скажу, что если, наверное, такой автомобиль попал бы в руки недобросовестных продавцов, то смотаясь здесь пробег тысяч до 20, и реально визуально его определить невозможно. Ну, а что касается нареканий по салону и по электрической части автомобиля, то прежде всего они связаны с камерой заднего вида и с головными устройствами. Несколько раз по гарантии мы меняли камеру заднего вида, это в дополнение к сервисной компании, которая говорила о том, что периодически задние камеры подглючивают, и изображение получается вверх ногами. Головное устройство тоже здесь периодически выходит в новые прошивки, это все дело допиливается, потому что, к сожалению, бывают и лаги, и тормоза, и иногда черный экран. Но, в принципе, об этой проблеме все знают, и сейчас сложно найти любой автомобиль, даже там не из Поднебесной, а европейский, у которого корректно бы работало это головное устройство. Было несколько нареканий по работе адаптивных систем в максимальных комплектациях, я говорю про работу дистроника, про работу системы удержания в полосе, а во всем остальном, на удивление, в плане электрической составляющей именно в салоне, Джолионе получился практически беспроблемным. Ну что, поехали, прокатимся на Джолионе с пробегом 800 тысяч километров. Ну, с электром, конечно, надо разбираться, потому что у нас ребята, вроде, перед тем, как мы выезжали на съемки, они нам что-то там смазали, подкрутили, но сказали, что люфт уже такой, что поможет только замена. И вообще, я вам скажу так, то, что впечатления от механики здесь очень неоднозначны, поэтому, наверное, это тот случай, когда я вам настоятельно рекомендую брать машину на автоматических трансмиссиях. Но, что не могу не сказать, это очень приличная разгонная динамика на механической коробке. Машина прям отлично ускоряется, я даже не ожидал такой разгона динамика. По впечатлениям, 80 тысяч километров у этого автомобиля прошли легко. Да, конечно, по рулю сильно заметно пробег, но, вы знаете, машина себя ведет вполне себе собрано. Ужасно, конечно, сейчас работает тормозная система, но все-таки это неисправность, с которой тоже надо разбираться. По мотору никаких абсолютно нареканий, никаких лишних звуков. Расход топлива порядка 9 литров при городской эксплуатации. И, вообще, вы знаете, вот этот автомобиль, который мы сейчас с вами обозреваем, это нам сдали в трейд-ин. Клиент очень много едет, наверное, вы догадались, что здесь имеет место быть и коммерческая эксплуатация автомобиля. И здесь очень важный показатель то, на какой автомобиль поменяли этот Jolion с пробегом 80 тысяч. Угадаете? Все верно. На такой же Jolion, только на автоматической трансмиссии. Это, наверное, отличный показатель того, что, несмотря на какие-то недоработки, нюансы, гарантийное обращение, все равно человек остался полностью доволен автомобилем. Что, конкретно, меня очень и очень радует, потому что показатель повторных продаж – это очень важный критерий в автомобильном бизнесе. Ну что, время подводить итоги. Да, Jolion относительно F7 имеет большее количество нареканий и каких-то нюансов. Однако, стоит отметить, что это все больше характеризует автомобили первых годов выпуска. И здесь отлично сработал сам производитель, оперативно выпустив большое количество сервисных компаний, чтобы вылечить эти все детские болячки. И, в моем понимании, именно так и должен работать хороший и качественный автомобильный производитель. Если есть какая-то проблема, ее надо оперативно решать, и в этом нет ничего критичного. Гораздо хуже, когда у вас есть проблема, которая не решается годами. Что касается текущих поколений, да, и автомобилей 22-23 года выпуска, то, по сути, они лишены каких-то серьезных проблем. И здесь стоит понимать одну важную вещь. Когда мы с вами говорили про Tugelo, все-таки количество автомобилей, которые проданы в России, сильно меньше, чем общее количество Jolion, которые проданы у нас в стране. Здесь все-таки выборка намного больше, поэтому и больше всевозможных гарантийных случаев. Ну и, в принципе, для себя самое главное я смог ответить на вопрос, почему этот автомобиль так любят в России. Есть какие-то нюансы, но они не вот прям супер критичны. А самое главное то, что мы знаем, что делать с этими поломками. И добавим к этому большой просторный салон, возможность полного привода и, самое главное, полноценную гарантию, которая реально очень качественно работает. И получим вот такой вот автомобиль, который на текущий момент, повторюсь, бестселлер в плане иномарок. И, кстати, у нас есть приятный бонус для владельцев автомобилей HVL. Если вы находитесь в нижнем Новгороде, либо в ближайшем радиусе от нас, то мы делаем дополнительную скидку в размере 2000 рублей при первом посещении наших сервисных станций. Если у вас есть такой автомобиль, либо F7, либо H9, либо еще какой-то HVL, то приезжайте к нам про эти автомобили. Мы знаем практически все. Еще и сделаем дополнительную скидку при первом визите. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Там же будет подборка Jolion с пробегом и новых. Обратите внимание на цены образования. И, кстати, тоже стоит отметить, что оборачиваемость у этих автомобилей отличная. Продаются они очень и очень хорошо. Вам, как обычно, спасибо за просмотр. С вами, как обычно, Максим Красильников. И удачи вам на дороге. Субтитры сделал DimaTorzok